Маленькие щенята родились на территории одного из предприятий в Курске. Несчастные существа лишены были даже надлежащего укрытия и комфорта. Работники не нашли в себе достаточно мудрости и желания, чтобы стерилизовать их матери-охранницу. Однажды белоснежный Сеня и его брат Веня стали серыми и покрылись пылью, превратившись из милых щенят в грязных созданий. Жизнь под открытым небом стала для них серией испытаний. Недавно оба щенка тяжело заболели и, по возвращении на работу после выходных, люди обнаружили их лежащими на земле практически без сознания. В течение дня они оставались в таком состоянии. Две крошки лежали безмолвно, не способные подняться на лапы. Их состояние было ужасное, а в их глазах была боль и безысходность. Они были несчастными и никому не нужными, тихо прощаясь со своей короткой жизнью, лишенной радостных дней. Женщина, которая нашла щенков, заметила клеща на одном из них и решила, что это может быть причиной их состояния. Однако она не знала, как помочь, так как не имела средств для посещения клиники, а также дома уже содержала пять уличных собак, а никто не взял бы больных щенят на передержку в Курске. Тогда Оксана позвонила мне и рассказала о беде Сине и Вене. Понимая, что время тикает неумолимо и щенки обречены, я сказала, что готова взять их под свою опеку. Оксана отвезла их в ветеринарную клинику. Врачи поставили удручающий диагноз – вирусный энтерит. Синя и Веня постепенно исчезали на глазах, превращаясь в хрупкие скелеты. У них уже не было сил бороться, а надежда на спасение таяла. Но даже в этом ужасном состоянии они прижимались друг к другу в знаки надежды, потому что других близких у них не было на этом свете. Целые сутки малыши находились под наблюдением в местной стационарной клинике, их состояние оставалось тяжелым и устойчивым. В настоящий момент мы готовим их к перевозке в Москву, где надеемся на борьбу с этим коварным вирусом. Более того, мы мечтаем, что во время лечения этих мальчиков им удастся найти заботливых папу и маму, так как им нечем будет возвращаться после выписки. Мы верим, что найдутся люди, способные дарить им любовь и заботу, чтобы эти малыши, которые уже пережили столько трудностей, могли наконец-то обрести счастливый и безопасный дом. Продолжение следует...